Ку-ку. Заведи, чтобы он у него заряжался. Сейчас будет заряжаться. Ку-ку. У меня такая яркая помода. Неплохая, да? Где-то она яркая, классная. Губки такие, крупные, да. А ну, похожим мы сейчас с тобой? Да, похожим. С этой сумкой будешь. С этой сумкой буду сегодня. Хорошо. У меня сегодня Людочка наделась стильно, как тинейджера. Мама просто хотела тоже кепку. Да. Людочки так красиво в кепку. Людочки вчера подарили кепку. Как она называется? Господи, забывай. Ты вчера... Джордан. Постоянный гость. О, какая собака. Ну-ну, собака. Нельзя в машине, да собака? Джордан. Говорит, Людмила, пожалуйста, можно вас на минутку, да? Люда выходит, говорит, я вам купил. Дай, как, да, это купил? Говорит, эээ... Тебе кепки не хватает. Говорит, видел вас в инстаграме, вам так хорошо в кепке. Я решила, говорит, вам взялать подарок. Чёрное. Ну, давайте, ребята, ну, а чё? Ну, почему так не смело, ну? Да ё-моё. Так что у меня теперь кепок... У меня за всю жизнь только не было. Даже я могу. Началось всё с этой. Юля подарила на день рождения, я хотела кепку. Она подарила. Потом Назарчик подарил мне. Розовую, чёрную. Но чёрная она большая, она его с головы снята. Она классная, я её носила. А потом? Она ещё более осенняя. У меня уже короче кепок белой нет. Надо белую ещё. Ну, это она, мне кажется, на лето она. Ладно, на госе, а то сейчас она будет. Ты, сучка, так как, будет. Так, 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 дядя, дядя. Пацаны, круговое движение. Ну, шо вы такие? Удобно к кепке водить машину. Надо только головой вот так вот водить везде. Вот. Да, кепку я там, не каждая может посидеть. Если ты теперь не смогу работать с телефоном, да, пока? Может, ты тракийский контроль поставила? Лимит использования телефона. Мама кормила голубей моим пирожком. Все руки жирные. О, у тебя фон красивый, да? Дай я тебя тут сфоткаю. Вот тут встань билет в дверей. Ты бархан? Вот они его включили? Да. Сейчас я тебя сфоткаю. А сумочка падает, да? Да, вот так. Сейчас. Все. Хватай. В общем, ребята, зашли мы в главный руль. Олег Людмиле в ресторан. Мы не планировали заходить. Позвонили Людочке. Надо было срочно принять там какое-то блюдо, чтобы она попробовала вводить его или не вводить. Потому что менее разделились и надо принимать решение. Мама, что ты будешь? Я очень люблю мороженое у них кушать в ресторане. Авторское. Голубика, клубника. Вкус детства. Много карамели. Такое вкусное. Вы знаете, друзья, в последнее время я ем на камеру. Такое впечатление, что я вешу уже 200 килограмм. Но, вы знаете, еда поднимает настроение. Вкусная еда, праздничная еда. Я так насытилась этим мороженым. Вы знаете, вот здесь хрустящее, карамельное. В самом морожене, в морожене тоже карамелька. На зубках хрустит. В общем, так вкусно. Я впала в детство конкретно. Мало того, что меня Люда надела как подростка. Да, я люблю. Я всю жизнь любила мороженое. Так, вот первый вариант. Ой, я забыла, как называется. Сейчас у Люды спрошу и напишу. Наподобие брускетты с кроликом. Подача шикардос. Красивая, пахнет. Но я попробовала. Это кролик. Там кроликом и не пахнет. Вот вторая порция. Нет, это уже третья. Тут уже кролик виден. Эту порцию мы уже с Людочкой не ели. Немножко так попробовала Люда. И завернули бабушке домой. Не вот эту, эту все мы забраковали. Ну, как мы. Люда забраковала. Ей не понравилось. Ну, я попробовала. Ну, знаете, я селой люди. Мне все хорошо. Мне вкусно все. Ну, 400 гривен. Люда говорит, это блюдо стоит. А мясо похоже на тушенку. В общем, она попросила, чтобы была другая подача немного. Горка выкладывали. И чтобы было видно мясо, а не тушенка. Ну, вот повар постарался, шеф-повар. Принес. Это уже третья порция. Сидит. Она расстроена. В каком плане? Ну, она уже есть не может. Девочка молодая. Мало кто слушает. Ну, как слушают. Ну, тяжело ей приходится. Я тогда, да, я сказанула, конечно. Ну, в общем, свои нюансы есть. Кто работал в ресторанном бизнесе, тот понимает. Я довольна от цвету, потому что я наелась, объелась. И мне еще не хватает кока-колки попить. Людочка, он вино пьет за ваше здоровье. Вам дает пятерочку. Ладно, друзья, класс. А что, музыку потом подставишь? Да, я потом тебе сфото. Ты потом тебе приеду, да, я потом тебе сделаю эти... Скриншоты. Не, я потом не доглачу. Вертикально. Хорошо. Вертикально. И тут новый. Всё я, вот, всё. Саняк. Это салфеток. Это бронз-салат. Это Анна, но в 19 километрах. Какая это? Я могу ее здесь. Покажи. Мама, я не знаю. Я не знаю. А-а-а. Покажи, пожалуйста, мне надо. Покажи, пожалуйста. Покажи. Здравствуйте. Алёна. Алёна, Алёна Маратин. Я пошла на сон, чтобы я не знаю. Ага. Как это такое? Как это такое? Как это такое? Сейчас выезжаем. Самый такой пик. Город забит. Скорее, с центра бы выехать. Скорее, кто-нибудь нас пропустит, интересно. Пропустите? Спасибо. Спасибо. Он всех пропустил, молодец, он с женщиной, расслабленный. Он любит, когда пастушно поцелую еще раз, вылбит. Что значит женщина, когда рядом с мужчиной, улыбается, добрый связок, мужчина рядом с женщиной, я, по-моему, переела. Так, подожди, сейчас еще надо есть дома. Три брускеты с королем. Бабушки везем самое главное. Бабушка сейчас скажет, вот это дан. Я такого вкусного, скажет, еще не ела никогда. Мы скажем, а нам не понравилось. Мне понравилось все, но Люда права, наверное, что за 400 гривен тушенку подавать. 440. Ну, не тушенка. Мам, блюдо отлично. Рома молодец. Супер, супер. Ну, это, действительно, мясо было, ну, на волокна сильно оно. Да, сильно. Вот третья поздняя, там прям пуски мяса. Ну, ничего, вы же ищите. Для этого мы и общаемся. Конечно, он молодец. Роман, вы молодец. Приходите в главные роли. Роман, приходите к вам. Роман с ними руками. Рвет кроля. Роман Геннадьевич. Разрывает его носка. Такая клочья. Да. Тебя все равно не видно, гадство. Управить телефон на себя хоть немножко. Ты знаешь, какой там звук? Да. Я сама кепку была, она спутела в голову. А страшная? В кепке, да. Сейчас это. Надо только вот. Быстро в душ и на свидание. Как такое свидание? Куда ты, где ты? Куда ты, где ты? На кофе поеду. Ты сейчас уезжаешь? Ну, не сейчас совсем. Сама едешь? Да нет. За мной заедут. Что так на меня ты смотришь? За мной заедут. А, так ты скажи. А тебя привезут обратно? Ставят в подворотник. Конечно привезут. Фу же вещь какая. Там классно сидеть, если будет возможность. У меня будет живая музыка, я маму поведу на живую музыку. Там ей очень понравится, конечно. Там бомба, ракета, пятак. Ну и цены там, конечно. Ну да, дорого. Мне подкают 300 гривен получился. Но его не было в меню, мне по составляющим сделали. Да, в меню не было. Джин, Тенкери. Один из недешевых тоже такой. Что там одна составляющая? Ну как-то он так его посчитал. 297 и... И 47. Ой нет, 200. Кока-кола вода минеральная. 227 и 47. Ладно, короче, сколько бы не стоило? 500 гривен. Да. Это заведение стоит того. Красиво. Город Хмородин. Двоем. Ну, вдвоем. Мама кола. Бесплатно. О, да. Это бесплатно с ролей? Да. Бесплатно. Я подбежала такая, что... О, ты тут? Я говорю, дайте кола. Не могу. Хочу быть. Ой. Что за мельзурки это у вас? Кока-кола? Кока-колу надо литрами продавать. А, конечно. И что, ставите ее 120 гривен? Кофе и так вам 55 гривен. А вы и так такую маленькую ставите по 120 гривен. Брехни. У нас демократичные цены. Я их выставляю. Все, выключаю. Пробушила. Так, мама, сегодня... О, сделай тише. Сегодня не к котам, сегодня тебе. Это новое блюдо входит в меню. Открывай, пожалуйста. Все, будешь кушать вкуснятенно. Спасибо, да, мама? Спасибо. Юбочка прелесть, Люда. Мама, знаешь, какая красивая юбочка? Отлично. Я опять надеюка таксила. Да, встанье. Так, все, я снимаю. Это не съемка в темноте, в такой. Да, это и нет. Ой, какая кофточка, прелесть. Как у тебя телесная? Поверись, мамочки.